Это программа «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Здравствуйте. С малых лет всех учат. Обманывать нехорошо. От этого может, например, вырасти длинный нос. Что только не придумают взрослые, чтобы дети перестали выдумывать небылицы. Ложь сопровождает нас ежедневно. Согласно одному из исследований, в среднем человек лжет каждые 10 минут. О правде и лжи поговорим сегодня. В гостях у нас психолог Елена Яшина. Елена Закировна, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Ну, все ли так однозначно с правдой? Когда мы знаем, правда это или ложь, и когда мы понимаем, что мы искажаем, реально, что такое ложь? Когда мы намеренно искажаем информацию для того, чтобы получить выгоду. Ну, я немножко тут, да, интерпретирую. Определения разные, они у всех разные. Кстати, определения давали разные люди. От Святого Августина до Виктора Знакова, ученого. То есть, они отличаются, кстати, эти определения немножко. Ну, например, вот мне известный исследователь, Пол Экман, известный человек, который по жестикуляции определял ложь. Куда мы узнаем это? Ну, вот, он, например, говорил, что ложь – это не только слово, но и действие. То есть, мы действием можем лгать и делать это совершенно намеренно. Давайте здесь вот на это посмотрим четко. Вот если мы прям знаем, что это ложь, и намеренно искажаем в пользу своей выгоды реальность эту информацию, это коммуникативный эффект, то в данном случае это плохо. И плохо даже не с точки зрения морали, да, а плохо для самого человека. Если так образно выразиться, искажается его душа, то есть меняются его настройки. Вот самое ужасное, что по большому счету для того человека, кому лгут, в принципе, это, ну, для него менее значимо, кстати. Не факт, что там как-то изменится его судьба, как-то поменяется его настрой. Может быть, он проверит информацию, может быть, вам не поверит, а вполне возможно, что ложь никак не сработает. Но вот сам человек, понимаете, нравственные принципы придуманы не зря. Герой Булгаков говорит правду, говорит легко и приятно, да, то есть мы, как органичные люди, в принципе, легко говорим правду, потому что мы ей пропитаны, мы ее знаем. Что такое, где отличается ложь и правда? Там, где мы всегда правду-то знаем. И вот там, где ложь, там, конечно, это проблема. У меня один бизнес-консультант говорил, он говорит, однажды я решил, так многие делают, он говорит, я решил исказить цену чуть-чуть. Ну, например, там для богатых клиентов чуть-чуть ее завышать и прям так говорить. И так как он человек-то был нормальный, он говорит, я запутался на третий день. Это же надо было запомнить, он говорит, и в этом смысле и чувствовал себя не очень. Но хорошо, что он был вполне себе психически полноценен и это почувствовал сразу. А зачастую люди занимаются самообманом или ценят себя меньше денег, например, и так далее. И тогда это может иметь накопительный эффект, и тогда собьются настройки. Какого рода настройки? Понимаете, мы же все существа синхронные в суцун. То есть мы все равно настроены на других людей. Не зря же эти слова придумали про правду и истинную ложь. И мы, в принципе, существуем даже где-то для того, чтобы информацию передавать правильно, то есть где-то в каком-то смысле создавать сообщество и так далее. А это тоже на информацию уже рассчитано. Но потом искажений информационных и так достаточно. Без правды и лжи, без лжи. И таким образом получается что? Что в результате, если мы постоянно будем лгать, то просто сбивается наша собственная настройка. Мы теряем грань уже между правдой и ложью. То есть мы уже начинаем по-другому к этому относиться. У нас даже появляется, я видела таких людей лгущих, которые оправдывали ложь, таких много. Он оправдывает ложь, а у него уже кривая усмешка, и ему уже перестали верить. Он это в себе не видит, а эта настройка сбилась. И он меня спрашивает через 15 лет нашего знакомства. Говорит, послушай, как у тебя получается так людей видеть? Я говорю, врать надо меньше, лгать меньше. Ну, кстати, правда, ложь от вранья тоже ученые отличают, отделяют и, наверное, правильно. Я сейчас так оговорилась, сказала про вранье. Кстати, вранье – это один из культурных феноменов российских в том числе. Ну, у нас даже есть пословица и поговорки на эту тему. Там не хочешь – не слушай, а врать – не мешай. То есть, казалось бы, в культуре это закрепилось. И, казалось бы, на первый взгляд возникает вопрос – а что это? Ложь, что ли? Не совсем. Вранье от лжи отличается тем, что врун врет без выгоды. Ну, то есть он просто приукрашивает реальность, рассказывает историю. Ну, вот, предположим, мы там опоздали из-за своего разгильдяйства на какую-то встречу. И нам, например, говорят зачастую – ну, почему опоздал? Рассказывай. Это какое-то патологическое состояние, когда уже не можешь говорить правду. Ну, это не патологическое состояние, это просто выдумка. То есть мы понимаем, что мы развлекаем гостей, а гости понимают, что мы в этом случае привираем. Ну, есть же такое выражение – приврать. И в этом смысле, так как это, ну, все понимают, то есть такой ритуал, скажем так, ритуал искажения, некоторого искажения реальности, когда никто не страдает. То есть все понимают, что человек может тут же сказать – ну, я как бы это придумал на самом деле. То есть в этом нет никакой особой беды. Тут не страшные забытия, как-то вот. Просто в данном случае человек развлекает людей. Вот. И вот это вот вранье, ну, сказки, вранье – это и есть та самая история, когда это такая оправданная такая культурная история, где мы развлекаем людей, заботясь просто о том, чтобы мы потратили их время. Вот. Ну, вот, да, кстати, Виктор Знаков описывает в исследовании «Правда и лжи». И действительно, ну, я думаю, что это так, да. То есть вранье есть, как феномен существует. А ложь – это все-таки другая история, это искажение истины. Но возникает сразу, наверное, вопрос, а вот, например, так называемую «правду матку рубить», да, вот есть такое еще. Ну, то есть я вижу, там, бывают люди иногда, там, особенно сейчас в интернете же видно, все вот эти видны суждения. То есть, когда, например, человек говорит, ну, я всю правду им скажу, но вот тут большой вопрос, а твоя правда, она о чем? Не является ли это твоя правда вот самой большой лужей в этот момент и искажением? Ну, когнитивным искажением, выражаясь психологическим языком. Ну, то есть, когда ты просто считаешь, что ты можешь эмоционально вылить человеку всю какую-то там, какую-то информацию, которая ему неприятна. Часто же мы это имеем в виду. Ну, я сейчас тебе скажу неприятные вещи про тебя, которые ты не знаешь. Но вот тут большой вопрос, что это? На мой взгляд, это некий самообман тоже человека, то есть нужно подумать все-таки о том, что он делает. И в данном случае такого запроса не было. То есть, по сути дела, за этим стоит желание оскорбить человека. Это неправда. То есть, ну, понятно, да, то есть, может быть, я так резко про это говорю, но, на мой взгляд, тут как бы есть такая грань, то есть, когда информация, ну, недаром выделяют такое понятие истины. То есть, ты что хочешь? Ты какую-то объективную информацию хочешь дать? Объективна ли эта информация по сравнению с твоей правдой-маткой? А вот по поводу истины. Вот есть такие категории истина, правда, еще и факты. Это вот как все соотносится? Ну, истина с фактами соотносится. Вопрос, как вы факты получили. Вот в том-то и дело, что каждый факт, например, или правду, их можно вывернуть таким образом, что будет и так, и так. Ну, для этого человечество и выработало некоторые инструменты. Ведь, по сути, вокруг правды и лжи и истины существует целая индустрия, ну, в частности, исследовательская. Зачем исследования существуют? Для того, чтобы как раз понять, а факты, они об истине или нет. Ну, вот если задуматься, то все данные исследовательские, они про это. То есть, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это такой ключевой философский феномен, то есть, на который настроено фактически общество, в целом его деятельность. И, по сути дела, ну, например, почему существует тот же коэффициент корреляции, или направленность корреляции измеряется? Потому что нам надо понимать, а вот этот факт, он вообще связан с истиной или нет? Ну, например, ну, это известный там факт, что, например, там все женщины, ходящие мимо большого камня, беременеют. Но вопрос, они беременеют по факту прохождения мимо камня или от каких-то других процессов. Поэтому мы же можем связывать факты, да, лживо, либо некомпетентно. Но истина, она предполагает все-таки компетентное освоение фактов. То есть, когда вы, во-первых, имеете реальное желание получить истину, то есть, не подогнать ее подо что-то, потому что даже ученые часто искажают, им хочется получить какой-то эффект. И они начинают подгонять, да, там как-то вот, или интерпретировать определенным образом полученные факты. Но здесь важно все-таки поразбираться, это так или нет. И поэтому совершенно реально там, например, научные исследования, они ценны только тогда, когда человек получает истину. Ну, их там масса таких исследований, например, там исследования того же Зимбарда, я думаю, вряд ли он хотел опорочить там студентов в колледже и получить эффект, известно, его, например, эксперимент по поводу заключенных и надсмотрщиков. Он хотел получить данные, которые бы показывали, как работает феномен конфликта, как работает конфликт социальный. Вот, и если мы хотим, у нас действительно есть научные цели или цели выяснения истины, просто потому что нам это важно, то тогда, наверное, получается инструменты такие, тогда факты будут работать нормально. Хотя, на мой взгляд, тут у этой истории есть всегда другой спутник еще, это сомнение. Сомнение в хорошем смысле. Как только мы начинаем сомневаться в том, что мы говорим, то, как ни странно, мы к истине приближаемся. Вот если мы без сомнения считаем, что мы знаем правду, и мы будем теперь там об этом кричать, ну, то есть в данном случае, наверное, здесь скорее мы можем сами заблудиться. Или вот еще есть такой вид интересный, тут тоже вот он как-то напрашивается, что, например, а вот ложь во спасении. Вопрос, да, такой, но он здесь тоже напрашивается. Например, говорит ли человек у вас заболевание? Или, например, говорит ли, например, вот ребенку, например, о том, что он приемный? Ну и так далее. Серьезный вопрос, он принимается, причем на государственном уровне, это решение принимается, то есть где-то в каких-то странах принято решение, что нет, например, по закону, или там не давать там данные о родителях, где-то, что да. Но смотрите, опять, то есть это прям принимается на законодательном уровне, чтобы отдельные люди не были замешаны в этом, то есть чтобы решение уже было принято. Так это же не ложь, это недосказанность, это уже другое. Ну вот тут, знаете, авторы здесь по-разному это интерпретируют, говорят, что недосказанность – это тоже искажение. На мой взгляд, важно в каких целях. Если для меня, как, ну, наверное, здесь человека православного, важно, чтобы это делалось с любовью, ну и для психолога тоже. Если вы озабочены человеком, то, наверное, вы все равно будете этой недосказанностью заниматься, это все равно так, ну, будете беречь его. Ну даже вот смотрите, вот, например, лесть и позитивная оценка чуть завышенная, они же отличаются ровно вот на этой грани. То есть если вы хорошо относитесь к человеку, вы хотите его поддержать, ну, например, там, молодого человека, чуть-чуть поддержать, показывая, что у него, скорее всего, получится. Ну, то есть хотя вы не знаете, факт получится или нет, просто в данном случае как бы просто экспериментируйте. Наверное, это все-таки не лесть. Если вы льстите начальника, чтобы получить выгоду, это ложь. Ну, тоже вот, между прочим, информационные конфликты, да, люди себя ведут очень по-разному в них. Ну, например, мы в запальчивости зачастую говорим что-то негативное, например, о человеке, но вовсе не хотели бы, чтобы этот человек услышал об этом, да. Вот, ну, как мы знаем, добрые люди всегда донесут. Вот. И, ну, вот у меня, например, есть такой принцип, никогда не говори человеку то, что ты не можешь сказать ему в лицо. Потому что правда вскрывается. Вот еще один, кстати, момент. Нам все время кажется, что там где-то мы что-то скроем, что-то недоскажем. Да нет же, мы говорим о правде, все кричим об этом. То есть, тоже, наверное, замечали, что, например, если бывает так, что, например, неприязнь кому-то, или наоборот, хорошее чувство, чувство любви, как к человеку, они есть, и ты не можешь об этом не сказать. То есть, в данном случае, это все равно чем-то закончится. Мне понравилось, как один молодой человек говорит, слушайте, ну, все равно я вижу, что тут ссора неизбежна, лучше уж прямо сейчас. То есть, аргументы закончились, но давайте сразу перейдем к оскорблениям. Вот. И это, может быть, иногда нормально даже, или про любовь нельзя тоже, как деньги, заботу и любовь скрыть невозможно. То есть, чувство любви мы тоже открываем всегда. Они по глазам видны. То есть, вы заметили, что про любовь даже говорить не обязательно. Ну, я это заметила очень четко. То есть, когда ты о человеке заботишься, что ты мысленно там говоришь, ой, там, пусть у тебя будет все хорошо. Человек это чувствует всегда. То есть, вот этой правды ему пропитаны. Я не говорю, что не надо говорить там о любви, о ненависти, возможно. Но все равно это по нам видно. Но бывает так, что человек специально разжигает конфликты. На мой взгляд, это вовсе неправда. Ну, например, про человека. Ну, две страны конфликтуют. И один является почему-то посредником и человеком, который конфликт сглаживает, а другой, наоборот, переносит всю негативную информацию. Он вроде правду говорит. Но вопрос, он специально для этой правды, негативной, прилагает усилия, а это уже не совсем правда. Это как это? Ну, так. Ну, он же специально это доносит, правда? Это же надо написать еще. Такой ты про тебя говорил тот, правда? То есть, это уже называется разжиганием конфликта. То есть, вопрос, зачем вы это используете опять. Ну, это фактически ложь, да. То есть, это искажение. Потому что, в данном случае, человек же, ну, то есть, если это намеренно делается, человек сказал это в запальчивости, а вы это переносите, как, например, какой-то текст, который уже обдуман и сказан. Это же разные вещи. То есть, это же тоже искажение. Вот. Поэтому тут надо быть очень аккуратным. Другой вопрос, что, вот, вопрос в том, насколько человек осознает, что информация искажена. И, на мой взгляд, это совсем другая история. Это тот, кто говорит эту информацию, да? Да. Ну, предположим. Ну, то есть, получается, что, например, вы совершенно уверены в этой ложной информации. То есть, она искажена явно, но человек в нее сам верит. Эта ложь тогда не является. Это его вера в это. Здесь мы говорим только о намеренном искажении. Если человек убежден, что это правда, и он там эту правду приносит, что она важна, ну, тут ничего не поделаешь. Это могут быть искажения психики. То есть, здесь как угодно можно интерпретировать, только не ложь. Не как ложь. А получается, умение распознавать правду и ложь, это один из основных навыков, которые... Вот, кстати, вот, на этом уже построена даже деятельность по большому счету. Вот. И это значит все-таки, что человек правду и ложь в целом знает. Ну, то есть, ну, например, те же полиграфологи, да, там, например, они это делают определенным образом. Вот. Или распознавание там правды и лжи по жестикуляции. То есть, это на этом уже построено. То есть, по сути дела, мы говорим тоже о том, что в данном случае человек искажает информацию, скорее всего, в свою пользу. Ну, мы сейчас, понятно, не берем ситуацию там про убийц, маньяков и так далее, которые наполнены сериалы. А в реальной жизни это по-другому происходит. Это при трудоустройстве человек искажает информацию, например. То есть, часто мошенники искажают информацию. Но, кстати, вы, наверное, там слышали о том, что самыми успешными являются все мошенники, которые верят в то, что они делают. А как можно поверить? в ложь, если ты знаешь, что это ложь? Только в том случае, если человек сам начинает придумывать для себя искажение психики обычно, либо антисоциального, наркотического свойства и так далее. То есть, это о нарушении, конечно, психики говорит. Для меня каждый раз подобный человек сам искажает для себя реальность. Вот знаете, тут тоже такой тонкий вопрос. Мне многие там скажут, да это же там, он мошенник, он специально это делает. Не факт. Вот большинство, кстати, этих мошенников начинает сами верить, вживаться в эту роль, как бы они даже признавались в этом. То есть, удавалось там беседовать с двумя людьми, они говорят, ну я прям создаю себе другую реальность, я там живу. Это его мечта. Так жить, как бы. Ну там известно, что, например, там многие мошенники мечтали бы быть действительно реально богатыми людьми, которыми они, кстати, становятся иногда, если сходят с этой тропой, но если мошенничество их увлекает и сама неправду увлекает, то, как правило, их ждут другие совершенно перспективы. То есть, я говорю, сбиваются настройки обычно. Это чувствуется от человека. Понимаете? Вот в этом плане через какое-то время это прям есть в ощущениях. Другое дело, тоже есть такое же правило, да, что обычный обманщик может обмануть таких же обманщиков. Кто попадается? А попадаются люди, которые сами обманывают людей. Ну вот обратите внимание, там сейчас много таких, например, инфциган, которые продают там книги по 25 тысяч, говорят, что вот мы там раскрутим ваш бизнес. Я прям специально отследила, кто покупается. Именно люди, во-первых, мечтающие о деньгах, зацикленные на них, и которые точно так же имеют склонность к обману людей. Не могу не задать вопрос, как понять, что вам лгут. Прислушайтесь к себе и проверяйте факты. А также обратите внимание на репутацию человека. Обычно, если человек все время лжет, то это заметно. То есть это прям, ну, как правило, видно. Другой вопрос, что правда тоже не так безопасна. Я не могу об этом не сказать, потому что иначе у нас так гладко получается, слушай себя, там, пой песни, и все у тебя будет хорошо. Это тоже не совсем так, потому что в социуме честность определенная, она, ну, тоже, за нее надо отвечать, вот так скажу. Я, например, как женщина, например, очень рада тому, что, в отличие от мужчин, женщинам можно избегать рукопожатия, потому что некоторым людям я бы руки не пожала, не подала никогда. Даже было, например, мероприятие, где я прям бегала от человека достаточно статусного и знакомого мне, потому что я боялась, что я просто не смогу руки подать. То есть, потому что правда тоже требует своей ответственности, честности. У меня репутация, слава богу, как у честного человека. То есть я с правдой маткой не лезу, потому что мне никто не спрашивает. Но согласитесь, если вам там мерзавец руку подает, там, избивающий свою жену и детей, то ты как бы боишься, ну, как бы этого не делаешь. Или, например, и мне, знаете, иногда в страшном сне снится там какая-нибудь ситуация. Однажды просто я была близка к ней, когда, например, зал сидит и тут объявляют там какую-то там номинацию, там у человека объявляют там как символ благородства. А ты понимаешь, что ты, зал встает, а ты понимаешь, что ты встать не можешь, потому что лгать не можешь. И это такое может быть. Если ты, у тебя репутация честного человека, то за это надо отвечать тоже. Потому что честность, так же, как и патологическая ложь, ну, такая вот прям, такая жесткая, это вещи, за которые придется нести ответственность все равно. А насколько сложно или, может быть, не сложно вот таким вот людям, которые вот только за правду в этом мире лжить? Ну, знаете как, это же тоже, ну, скажем так, у честности есть свои плюсы огромные, которые, ну, очень трудно которым поступиться. дело в том, что честность, она дает возможность видеть людей. Вот мне, например, достаточно это просто. То есть, когда с человеком разговариваешь, там, про его ценности, говоришь, что ценности его понятны. Иногда даже люди говорят, как вы увидели вот это? Я говорю, это очень просто. Но просто это только тогда, когда ты сам нацелен на определенную честность. Если ты все время лжешь и патологически считаешь, что это правильно, тогда такого видения не будет, такого нацикосе настройки. За все надо платить. Хороший постулат, он про это. То есть, есть плата за это, понимаете? То есть, а, еще момент, конечно, конечно, можно заниматься самообманом. Это да. Ну, то есть, это же тоже я могу себе вообразить. Я с иронией отношусь и с сомнений к этому. Тут у меня как бы понятно, что сегодня такой пафос присутствует, но здесь есть сомнения. Понятно. Понятно, что все мы все равно как-то искажаем, да, реальность, потому что, еще раз говорю, правду матку никто не ждет, и это травматично для людей, зачем это надо. Вот. Другой вопрос, что, вот знаете, есть, есть, во-первых, вот эта ответственность все-таки, потому что правда и ложь, они насыщают твою личность. Вот это надо понимать. И это будет все равно ощущаться. Но это все равно чувствуется, понимается людьми. честность, она, безусловно, ну, очень полезна для человека, для его здоровья. То есть, все-таки патологические лжецы, как правило, они, конечно, прям по ним что-то видно, что не так, у них мимика искажена, они как-то дергаются, обычно перекошены. А вот как, кстати, с угрызениями совести? Это отдельно. Люди доступны? Ну, люди разные, да, у кого-то совести почти нет, там, например, как у антисоциальных личностей. Ну, тут надо смотреть тоже, что из себя представляет человек. Если он психопат, у него совести нет. То есть, там утрамбовано все. Но, если человек намеренно, совестливый человек, намеренно что-то искажает, вот так, то, конечно, тут кара неминуемая, кара в виде собственной внутренней жизни. То есть, его подведет собственный организм. Тут, видите, вот так интересно, вот на первый взгляд кажется, то, что о чем я говорю, это какая-то вроде почти религиозная, там, небесная история. Но это не совсем так. Или, вернее, может и так, но здесь роль Божьего начала играет наша психика. Почему я, вот, кстати, в результате все-таки пришла, ну, по ощущениям, что стала верующим человеком, как психолог именно. Потому что психика божественна. В том смысле, что она живет по нравственным законам. Все, что для, все, что нравственно, хорошо для психики. Понимаете? Да, тебя могут там убить, извне, и так далее. Но, но вот внутренняя твоя история, она будет более честной, а следовательно здоровой в воплощении. Это так, в твоих контактах с людьми. Тут смотрите, в чем дело. Почему я думаю, это важно в социуме? Надо что понимать? Что какой-то вот прям правда-правда, истинно доступный всем, ну, как бы ее, в общем-то, ну, трудно ее увидеть вот так. Ну, то есть, вот все равно коммуникация, как строится? Один человек другому передает информацию, другой как-то интерпретирует, отвечает. Там и так искажений много, то есть, это не значит, там соврали, просто так поняли. Сломанный телефон. Ну, как бы, да, испорченный телефон, это реальность нашей жизни, это никакая не негативная история, это так. Поэтому, такая притча о Бавилонской башне, она не случайна, мы понимать другого человека не можем. И для социума чрезвычайно полезно, чтобы мы специально не искажали это, потому что иначе тогда искажение будет социально опасным. То есть, если мы намеренно будем лгать часто, то мы будем так искажать вообще все, что не сможем общаться адекватно, понимаете? А это нанесет вред социальным процессам и социуму в целом. Вот в чем беда. Что же получается, что сейчас современный мир, который строится как раз на общении, таком хаотичном, бесконечном, в том числе там вот в электронном виде, все состоит из искаженной информации? Ну, смотрите, информация всегда была искаженной. Просто сейчас вы хотите сказать, что это как бы стало виднее, но в то же время я здесь не стала бы прям говорить о том, что все так плохо, там родина в опасности. Наоборот даже. То есть, зато все видно. А как вот распознать правду в этом во всем? Ну, тут много моментов, кстати. Ну, например, в частности, когда человек уж прям постоянно, там, например, в каком-то таком, в эйфории высказывает какое-то мнение, ну, мне кажется, уже повод усомниться. То есть все же честность, она очень человечна. Она очень живая. Вот если так в общем. Хотя, конечно, есть признаки разные. Там вам сейчас там, там любой там психолог, который там занимается, например, этим отдельно, правда и ложи, он скажет, вот жестикуляция такая-то там говорит о лжи. Ну, здесь я бы не переоценивала это. Сам Пол Экман говорил о том, что есть культурные разницы. Ну, к примеру, например, человек трущий нос, например, там, если это делает американец, то это точно. Скорее всего, привирает или скрывает информацию. А, например, в России, вот эта вот российская застенчивость, закрывание лицо рукой, может как раз быть интерпретирована иногда и так, а не как жест лгущего человека. Ну, тоже можно, или там есть оттенки, то есть, которым это можно понять, поэтому я бы не полагалась вот на такое, на такие истории. Здесь все можно видеть, даже и слышать по интонации. Ну, можно калибровку делать, лгущего человека, например, слышать и говорящего правду, как это делают при определении лжи и правды на собеседовании. Но, на мой взгляд, все немного глубже. Нас же интересует в целом это, не какое-то мелкое искажение, если мы профессионально этим не занимаемся, а именно вот это вот ощущение, вот этой правды целостности, что ли. Кстати, нас же не интересует, человек обманывает себя или нет. Нас же истинно интересует обычного в вопросе. Поэтому, на мой взгляд, это некий момент, связанный с такой целостностью человека. И вот тут, мне кажется, что это определить можно. Но плюс репутация. Репутация не зря существует. Про каждого человека, в принципе, это понятно. Занимается он самообманом, занимается ли он тем, что, там, он прерасскажает реальность намеренно. Ну, кстати, многие, там, у пиарщиков расходятся на это тем мнение. Я, например, говорю, недосказанность возможна, но лгать не надо, потому что она просочится, ложь, это обязательно. Есть люди, которые говорят, можно лгать и надо, надо сильно искажать реальность. Но я смотрю, вот они, ну да, они тоже, кстати, за недосказанность, понятно, что это общий принцип. Пиаржи, это не ложь, это, некоторые, возможно, более выигрышные, выгодные правды, вот так. Но многие люди, которые чрезмерно выдают вот это вот преувеличение позитивное о себе, они же, в первую очередь, обнажаются. То есть, мы же это и видим. Самое удивительное, вот обмануть-то и нельзя. Например, там, я прям знаю двоих человек, которые так делают, но про них же в основном и говорят, говорят, ребят, более-менее умные люди это видят. Надо быть критичным, критичное мышление, хорошая штука. То есть, когда вы все-таки смотрите, внимательно наблюдаете, что в результате человек приносит людям, что он приносит себе, то есть, и что стоит за его факты. Елена Закирина, у нас, к сожалению, время выпуска закончилось прям вот совсем, но я вот прям очень хочу еще один момент сказать. Не бывает же в чистом виде правды и лжи всегда вся информация, которая поступает, она как-то комбинируется и правда, и ложь. Мы несем ответственность за искажения, когда искажение намеренное, это ложь. То есть, намеренное, зло намеренное искажение, это ложь. То есть, это ложка дегтя, да? Ну, это правда. Ну, то есть, давайте так. То есть, понятно, что там есть нюансы всегда, там все прочее, есть наше заблуждение по поводу всего, там. Где-то мы считаем, что это там оправдано, там и так далее, но все же в целом. Что мы делаем, когда искажаем? Мы хотим быть хорошими, чего мы добиваемся? На мой взгляд, вот если уж так, зачем это все-таки честность? Очень важно понять, зачем он это делает. Если он делает, там, искажает что-то без любви, без пользы, там, для социума, ну, тогда, наверное, стоит задуматься о том, что будет с ним. Я не угрожаю, но предупреждаю, да? Минздрав Ленин, он предупреждает. В этом смысле это важно, правда. То есть, хотя немножко, сегодня я так вот об этом говорю, как-то, может быть, да, излишне может быть пафосно, может, просто пафосно. Но мне кажется, что это чрезвычайно важно. Вот, знаете, даже вот так скажу, вот есть, например, даже политики интересные, или политики, или общественные деятели, по которым мы уже видим, их даже не приглашают на ТВ, потому что по ним ложь видна. То есть, они такие записные, говоруны. И они даже сами удивляются, говорят, а почему меня не зовут? Ну, потому что по тебе уже из тебя сочится эта ложь. И уже от тебя информация сходит недостоверная. Это же есть такое. И вы наверняка, как журналист, с этим сталкивались. Человек рвется там везде, он везде говорит, но его не хочется приглашать по той причине, что это будет опять вот этот вот болтовняк, из которой ты не выудишь правды. Спасибо большое, Елена Закировна. Сегодня мы говорили о правде и лжи. Это была программа «Разговор по душам». До свидания. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова